После того, как создали рекламный аккаунт, как в случае с Google Tag Manager, необходимо установить код Google Analytics на сайт. Как это сделать? Для того, чтобы зайти в код, необходимо нажать на вкладку «Администратор». То есть, когда мы заходим в Google Analytics, слева внизу есть вот такая вкладка, которая называется «Администратор». После чего у нас будут вот такие вот настройки, и на средней вкладке, которая называется «Ресурс», мы нажимаем «Код отслеживания». И нас перебрасывает на код, который нужно установить на сайт и установить. Вот сейчас нас, кстати, тоже перебросило на этот код, когда мы создали рекламный аккаунт. То есть, сразу Google подсказывает, что нужно установить данный код на все страницы сайта. Как это сделать? Первое, как это можно сделать, вы можете скопировать этот код, отправить программисту и сказать, чтобы он установил этот код на все страницы сайта. Но мы ведь не зря устанавливали Google Tag Manager. С помощью Google Tag Manager как раз-таки и можно установить код Google Analytics на сайт. То есть, вот вы уже видите первое преимущество, это когда при помощи Google Tag Manager устанавливаем код аналитики на сайт. Как это сделать? Теперь мы уже находимся в интерфейсе Google Tag Manager. Для того, чтобы создать новый тег, слева мы нажимаем «Теги» и нажимаем «Создать». После чего придумаем название для тега. Еще раз напомню, тег – это фрагмент кода, который мы будем устанавливать на сайт. Мы сейчас устанавливаем на сайт именно фрагмент кода Google Analytics. Нажимаем, придумаем здесь название, пишем Google Analytics, после чего необходимо выбрать тип тега. Типов тегов здесь есть много разных. Есть Google Analytics, отслеживание конверсии Google рекламы, то есть Google AdWords, маркетинг Google AdWords и еще, кстати, вот внизу есть специальные пользовательские HTML коды, которые можно тоже устанавливать на сайт. Но нам, так как мы хотим настроить Google Аналитику, и нужно выбрать тип тега Google Analytics, который вот так и называется – Google Analytics Universal Analytics. Мы выбираем этот тег, после чего необходимо выбрать настройки тега. Это первое, что мы выбираем – тип отслеживания. Тип отслеживания – это то, как будет отслеживаться данный тег. Он будет отслеживаться, когда пользователь будет заходить на сайт. Поэтому мы так и выбираем, что – просмотр страницы, тип отслеживания. После чего необходимо выбрать настройку Google Analytics. Необходимо выбрать переменную настроек. Что для этого нужно сделать? Нажимаем «Выбрать переменную настроек», и после чего нужно создать переменную Google Analytics в Google Tag Manager. Для чего это необходимо? Нам нужно просто создать переменную Google Analytics, чтобы в дальнейшем также мы ее могли использовать для создания еще и других тегов. То есть по этой переменной Google будет понимать, что именно этот фрагмент кода нужно установить на сайт. Так вот, что мы здесь указываем? Первое, что нужно написать – это слева вверху название новой переменной. Это может быть GA, то есть сокращенно Google Analytics, либо просто можете написать полностью Google Analytics. После чего нужно как раз-таки добавить идентификатор отслеживания. И вот этот вот идентификатор отслеживания мы и берем из Google Аналитики. То есть заходим на вкладку «Администратор» и выбираем код отслеживания. Оттуда копируем вот этот вот идентификатор, и после чего его вставляем в новую переменную и нажимаем «Сохранить». И что еще необходимо сделать? Триггер. Еще раз напомню, что триггер – это условие активации, то есть условие, при котором будет активирован данный фрагмент кода. Нам необходимо установить на все страницы Google Аналитику. Поэтому здесь по умолчанию, когда мы создавали контейнер, как раз-таки и создался триггер, то есть условие «All Pages». «All Pages» – это на всех страницах, и тип этого триггера – просмотр страницы. Как раз-таки это то, что нам и подходит. То есть еще раз, для того, чтобы активировался тег, нужно выбрать все страницы при условии, когда человек просто заходит на страницу. Мы выбираем этот триггер, и после чего нас перебрасывают на вот такое вот окно, в котором показываются все настройки тега, которые мы создали, и мы нажимаем «Сохранить». И обязательно не забываем публиковать новые элементы, потому как в Google Tag Manager есть такая особенность, что когда создается какой-то элемент, он доступен только внутри данного сервиса, то есть внутри данного аккаунта. Для того, чтобы все новые изменения пошли на сервера Google, и чтобы они вступили в силу, необходимо опубликовать вот эти вот новые элементы. Это делается при помощи кнопки «Отправить» и нажимаем «Опубликовать». То есть то же самое, что делали, когда опубликовали первый контейнер при создании Google Tag Manager. И после чего, опять же, проверяем с помощью Google Tag Assistant установлен ли корректно код Google Analytics на сайт. То есть просто себя проверяем, чтобы видеть, что да, все хорошо, мы установили код на сайт. Первое, что необходимо сделать, это зайти на сайт Google Tag Manager. Заходим на данный сайт. Сейчас я перехожу в свой аккаунт. И вот название контейнера, то есть настройка Google AdWords веб-сайт. Нажимаем на данный контейнер и проваливаемся вовнутрь. Итак, для того, чтобы создать новый тег, необходимо нажать «Теги». После чего мы нажимаем на кнопку «Создать» и придумаем название для данного тега. Давайте его назовем «Google Analytics». Назваем таким образом, чтобы было нам понятно. После чего нажимаем на пустое место и нажимаем «Конфигурация тега». Теперь необходимо выбрать тип тега. Как я говорил, мы выбираем тип Google Analytics. Вот, кстати, если мы хотим вообще какой-то посторонний установить код, к примеру, пиксель Facebook или пиксель контакта, то для этого нужно выбирать специальный пользовательский HTML. Вы выбираете и сюда копируете и вставляете вот этот вот самый код пикселя Facebook или контакта. Но нам нужно установить именно аналитику, поэтому я нажимаю вот сюда и выбираю, что Google Analytics – Universal Analytics. После чего выбираю, что тип отслеживания – просмотр страницы, то есть когда человек будет заходить на страницу на сайте, и выбираю переменную настроек. Для этого я нажимаю на «Выбрать переменную настроек» и нажимаю «Новая переменная». После чего необходимо придумать название «Новая переменная». Ее можно так и назвать – Google Analytics. Здесь пишем «Google Analytics». И здесь нажимаем на «Настройки Google Analytics». И вот сюда необходимо вставить идентификатор отслеживания. Как я и сказал, этот идентификатор можно взять в Google Analytics. Вот он у нас находится здесь, но давайте зайдем на сайт, вот как вы будете заходить дома, analytics.google.com. И я покажу пошаговый план, как заходить именно в код отслеживания. Итак, для того чтобы… Сейчас я перейду в свой аккаунт. Когда вы создадите аккаунт Google Analytics и потом зайдете на сайт, то для того чтобы узнать идентификатор отслеживания, нужно будет зайти слева на вкладку «Администратор». После чего вот здесь есть столбец «Ресурс» и есть вкладка «Отслеживание». Нажимаем на вкладку «Отслеживание» и выбираем код отслеживания. И вот здесь вот у нас таки и находится идентификатор отслеживания. Вот этот вот «ОА1247» и так далее. Мы его берем, копируем, после чего правым кликом нажимаем «Копировать», возвращаемся в диспетчер тега, сюда правый клик «Вставить». Здесь домен «Куки» выбираем «Авто», то есть здесь так и оставляем, после чего нажимаем «Сохранить». Так, мы создали просмотр страницы, настройка Google Analytics. Вот наша переменная, то есть видите, она вот в таких вот скобочках и называется Google Analytics. После чего необходимо еще добавить триггер. То есть триггер – это условие активации данного тега. Для того, чтобы добавить триггер, мы нажимаем вот сюда вот. И здесь есть уже добавленный по умолчанию, когда создавали контейнер, «Триггер All Pages». Нажимаем «All Pages». Теперь выбран триггер, что триггер активации, все страницы, когда пользователь будет просматривать страницу, то есть заходить на сайт. Вот у нас уже готовый тег, выбраны все настройки, названия и триггеры. И после чего мы нажимаем «Сохранить». Вот сохранился наш тег. Теперь появился новый тег. Имя Google Analytics Universal, триггер активации, и вот когда было последнее изменение. Но, как я и сказал, что этого еще недостаточно. Для того, чтобы данный тег вступил в силу, необходимо еще отправить эти данные на сервера Google. Как это сделать? Справа вверху мы нажимаем кнопку «Вправить», и после чего нажимаем на кнопку «Опубликовать». Здесь, опять же, можем версию контейнера не писать, либо можно просто написать «Активация Google Analytics». То есть это больше нужно для исторических данных, чтобы вы в дальнейшем посмотрели, какой контейнер, когда вы опубликовывали. Но, в принципе, этого можно не делать. Поэтому нажимаем «Опустить». И вот у нас вторая версия контейнера. Публикован тег. Добавлено триггеров 0, потому что триггер у нас уже был по умолчанию добавлен, когда контейнер создавался. И есть добавлено переменное, как раз-таки переменное Google Analytics. Публикован тег. Публикован.